Омские автобусы пойдут по новым маршрутам. Уже осенью этого года чиновники представят жителям города новую маршрутную сеть общественного транспорта. Ее разработкой займутся специалисты Санкт-Петербургского государственного университета. Дмитрий Ковалев продолжит. За разработку новой маршрутной сети в мэрии Омска готовы были заплатить 2,5 миллиона рублей. Разработать ее могли в Сибади и Санкт-Петербургском государственном университете. Но местный вуз запросил больше денег и проиграл торги. Окончательная цена 1 миллион 950 тысяч рублей. Кроме того, у Омичей было два примера аналогичных работ. У их коллег гораздо больше. Таким образом, Санкт-Петербургский университет выиграл торги. По закону срок заключения контракта это 3 декада марта месяца 2017 года. По контракту срок выполнения работы 6 месяцев. Если март плюс 6 месяцев это сентябрь. И потом на проведение конкурсов еще месяца два уйдет. Я думаю, конец 2017 года. Это мы уже надеемся, что будет организована работа общественного транспорта по новой маршрутной сети. Два месяца нужно для согласования маршрутной сети с общественниками. В мэрии полагают, что разработчики представят несколько версий. Лучшую выберут совместно с горожанами. Независимые эксперты считают, что новая маршрутная сеть не исправит ситуацию с общественным транспортом в Омске. Во-первых, из-за соперничества между муниципальным транспортом и частными перевозчиками. Кроме того, есть мнение, что чиновники не определились с функцией общественного транспорта. Если посмотреть на европейскую практику, на практику развитых стран, то везде это муниципальный транспорт, транспорт большой вместительности, транспорт, который не рассчитан на то, чтобы зарабатывать деньги. Он рассчитан на то, чтобы предоставлять качественную услугу. Сейчас в Омске больше 170 маршрутов. Ежедневно в рейс выходят больше 3000 машин. Новая схема, скорее всего, сократит количество транспорта и направлений. Пока неизвестно, сохранятся ли сквозные маршруты, позволяющие проехать из одного конца города в другой, или будет разработана система пересадок. В мэрии надеются, что новая маршрутная сеть позволит как можно дольше не повышать тарифы, а значит и стоимость проездного билета. Дмитрий Ковалев, Константин Демиденко и Анатолий Серов. Новости здесь, Омск.